В молитвах, зачастую я слышу, что малый семяктаклонный начал не упоминается, в начале молитвы. Как вообще? Это обязательная часть молитвы или нет? Слово сказать «обязательная» в молитве нет. Апостол Павел говорит в послании к Пелеписам «Открывайте свои желания перед Богом». Открывайте. Это что есть малое. У нас 100 поклонные молитвы. Взяли так. У Серапима Саровского, у него другое. Богородицу считать там 20 раз и разное. А другие захватывают? Да нет, конечно. А вот что в Библии считать ежедневно, об этом говорится в Иисусе Новина, 1 глава, 8 стих. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. Многократно. А молиться, какая молитва за какой, это в церковных правилах. Ну и в домашних, чтобы нам легче было. Наставить на этом никак нельзя. Ты можешь молиться по молитве Василия Великого. Вот когда ритургия первая была, Якова, она там около шести с половиной часов. Василий Великий ее сделал короче. Она четыре часа. И он готов сделал еще короче ее. Пришел Никон, и ученые люди сделали еще короче. А мы это не можем выдержать. Ну, в храме ее как-то все-таки высчитывается. Много сокращенно. Вместо трех псалмов считают по три строчки каждого псалма. Ты можешь дома, молись. Вот мы молимся семикратно. У меня время было. Я 18 раз становлюсь на молитву. А если нет времени, сейчас сильно помогают тут занятые все время в интернате. Бац, смотришь, уже собираются. И ты здесь же. Потому что где двое или трое, не написано один, а где двое или трое, собраны во имя Иисуса, там и я посреди них. Так что этим себя не терзайте. Нет возможностей. Сколько можешь. Но без молитвы никак. Вот так. Если начало есть, которое начало. Вот мы утром молимся. Мы всегда читаем его. Вот с нами кто утром молится, он знает. А другие не знают. Но мы им и не говорим. Еще что надо, узнают. Все. Благодарю. Будь свободен. Своими словами научись выражать мысль. У нас как, говорит, лев наседает сзади, а у нас Богородица Дева Радующая. Ну вот в том-то все и дело, что своими словами, как бы, если уже заучил какие-то молитвы, то довольно-таки сложно молиться. Ну а как Давид молился? 150 псалмов. Откуда бы взял он их? До него их не было. Он, говорит, враги со всех сторон окружает. И дальше объясняет, как и что. Сердце мое, да не отступит от тебя. Блажен человек, уповающий на тебя. Он смотрит и повторяет одно и то же, как будто бы. Оно все в разнице. Разные оттенки. Потому знаю я, что если враг меня не одолеет, а меня сохранишь в целости, я знаю, что тогда ты за меня. Видишь как? Молитва такая рассудительная. Да, да. Как это? Это 41-й псалом считают. Что вижу, то и поют. А 50-й псалом, помилуй меня Божий. Он вспоминает грех, избав кровей Божий. Божий мой, пролил кровь, убил урию хитиянина. Жену похитил. Он все припомнил. Беззаконие, зачатые во грехе, родила меня мать моя. Да созрежутся стены русалинские. Перешел на стены. А Ефрем Сирин говорит, это не о стенах речь идет, а о священстве. Вот как. Мы теперь тут толкуем, а Давыд если показать, он скажет, да я этого и не говорил. Это мы сами придумали. А нам это интересно и приятно. Да, рассуждение, смотря в каком ключе, каждый может рассудить по-своему. Кто, кто считает священное писание, тот будет по писанию рассуждать. А кто, допустим, занимается другими делами, бизнесом, тот будет в сфере бизнеса что-то там придумывать и выдумывать, о чем он говорил. Ну, в том-то все и делать. Для этого нам и даны святые отцы. Да. И, соответственно, им мы и должны рассуждать. Да, да. Все это. Но дело в том, что у Давида, что я хочу сказать, что у него было намного больше, будем так сказать, примеров и жизнь более насыщена. То есть там и враги у него, там и нет, другие, и другие, и все остальное, и жены его окружали. Вот. И посему, естественно, он плодовит был в своих трудах. У меня близко знакомый был. Он благочинный Красноярского края. Бурдин, отец Александр. Моя там знакомая была, она пятидесятница. Я решил ей книги передать. Ну, он там побыл, а потом я к нему приехал, печь и делал для просворни. А он говорит, я у пятидесятников был, говорит, и они там молились. Он на отличие, у меня пятерки, семинарию, академию там окончил. Но я, говорит, первый раз видел, как молятся. Как они молятся, сколько там огня. Уже месяц прошел, он все еще не может выйти из этого состояния. Молиться надо знать как. Все, сердце приложить. Павел, говорит, со слезами учил, я вас три года с половиной. А слезы не выжмешь, как будто бы булыжник какой в мозгах. Так, ну все. Да, все верно. Так, вопросов нет больше? Бывает молитва идет, а бывает молитва, конечно, трудная. Да, не идет. Вот отец Арсений, который описывает, он там одного исповедовал, и говорит, молитва не шла. Прямо. Так, ну все пока. Если никого нет, отошел. Спаси Христос, слава Христу, слава. Слава. Во веки. Аминь. Во. Все, наверное, никого уже нет. Аминь. Спасибо, Христос. Благодарю вас за молитву. Спасибо. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Все, наверное, без проектов, Игнатий Тихонович, друзья. Не explicайтесь, Все, верно. Я буду выдерживать their можно, Пока зели. Что это касается?